В этом году в Уфе будет создано 12 зон отдыха населения на воде. О ходе подготовки к купальному сезону 2015 рассказали на прошедшей пресс-конференции представители службы спасения 112. В период купального сезона на пляжах будут развернуты водно-спасательные посты с необходимыми плавсредствами, оборудованием, снаряжением, где будет осуществляться ежедневное дежурство аттестованных спасателей для предупреждения несчастных случаев с людьми и оказания помощи терпящим бедствием на воде. Каждый водно-спасательный пост укомплектован плавсредствами, первичными средствами спасения на воде, спасательными жилетами, биноклем, средством для оказания доброчемной медицинской помощи. С 18 мая мы проводим очистку водоемов, которые прошли одобрение администрации, то есть по постановлению 12 сезон пляжей отдыха в городе Уфа. И для того, чтобы начать купальный сезон, они должны быть очищены, водоемы от различных загрязнений и мусора, которые могут привести к дополнительным травмам при купании. Контроль за соблюдением правил охраны жизни людей на воде будет осуществляться силами поисково-спасательного отряда муниципального бюджетного учреждения службы спасения 112 города Уфы. Так как для обеспечения безопасности населения на всех действующих зонах отдыха сотрудников поисково-спасательного отряда не хватает, традиционно мы привлекаем спасателей-общественников. На данный момент у нас обучено 52 человека, в основном массе свои это представители авиационного университета нашего, подшифрованных факультетов защиты человеческих ситуаций и пожарной безопасности. Они у нас перед началом купального сезона проходят обучение в учебно-техническом центре города Уфы по первоначальной подготовке спасателей-общественников. То есть специально разработанная программа, они обучаются, на данный момент они заканчивают обучение и получают соответствующее удостоверение. Ну и конечно они приносят огромную пользу, потому что это дополнительные, как это художественно объяснить, глаза, уши и руки. Они также спасают у нас, есть по опыту, когда начали привлекать студентов в ГАТУ и спасали общественников, у нас очень многие спасали людей, действительно, некоторые даже по 5, по 6, по 7 человек за сезон. Самое главное, чтобы люди ходили на организованные места купания, где есть спасатели, где могут вовремя оказать помощь. Вот это самое главное. Ежедневное дежурство спасателей начнется с 1 июня на разрешенных для купания пляжах, полный список которых вы видите на своих экранах.